Небольшой апдейт по моим билдам. Во-первых, AMD K6 в AT-шном корпусе. AMD K6 без 2, просто AMD K6. Эту машину я, можно сказать, закончил процентов на 90. Скорее всего, в конечном варианте, внутри этой штуковины, будет стоять картридер вместо дисковода, потому что дисковод, он даже здесь не подключен. Разъём для дисковода на материнке горелый. В общем, в остальном, компрабочий, мне не удалось поставить на него Windows NT. Возможно, по этой самой причине. Установка операционки на компьютер, в котором нельзя загрузиться с дискетки, который понимает только на нём отформатированные жёсткие диски, всё немножечко усложнил. Но, в принципе, сейчас на этой машине стоит 95-я винда. В материнке, в биосе баг, не позволяющий этой материнке определять жёсткие диски, больше 8 гигабайт. К счастью, у меня был 4-гиговый винт. Пришлось его позаимствовать из другого компьютера, но ничего страшного. Туда пошёл винт большего объёма, так как там биос удалось пропатчить, тогда как этот биос патчингу не поддаётся. То есть, биос патчер программа говорит, слушай, у тебя тут нет багов никаких, кроме восприятия жёстких дисков объёмом больше 64 гигов. Я пофиксил. 8-гиговый баг не правится. Ну, ничего страшного. Нашёл обход. Поставил сюда звуковуху. Форты Медиа 801, FM 801. Первая, на которой стоял крест, действительно оказалась горелой. Она детектится, определяется с системой, но на выходе звук 0. Вероятнее всего, это означает дохлый конденсатор и может быть горелый выходной усилитель. Вторая подобная, мне повезло купить их две, вторая заработала. Эта машина будет собрана. Да, кстати, самое главное, здесь же сломанное крепление было для радиатора. Радиатор приклеен на термоклей. И держится он практически идеально. Это тот же термоклей, к которому приклеиваются разные вещи типа радиаторов в светодиодных лампах, светодиодных лентах и прочее подобное. Что-то типа вот этого вот белого компаунда, которым залит этот блок питания. Понятия не имею, термоклей это или нет. Было бы очень странно приклеивать термоклеем радиаторы к конденсаторам, которые выходят из строя из-за нагрева. Но по консистенции эта штуковина очень похожа. Держит замечательно, ничего не болтается, ничего не отрывается. Проработала эта машина вчера весь день. И вполне нормально. Переходим дальше к Pentium 4, который я собирался собирать в новом корпусе. Вот такой вот миниатюрный корпус. Да, это уже Pentium 4. Тогда изначально я говорил о трёх разных вариантах селеронов. Через некоторое время ко мне попал настоящий четвёртый Pentium. 2,6 ГГц. Даже наклейку удалось достать. Правда, она приклеена на двухсторонний скотч. И немножечко не очень хорошо получился вот этот угол. Потому что мне пришлось её отдирать от другого корпуса. Да, ко мне попал даже корпус. Но этот гигантский корпус, он у меня останется. Но в него пойдёт явно не четвёртый Pentium. По одной простой причине. Не знаю, насколько я смогу это сейчас продемонстрировать. Но отверстие для блокопитания находится прямо напротив процессора. Я не представляю, как в этой штуке работал внутри четвёртый Pentium. Нет, в принципе, я представляю, он перегрелся и сгорел. Поэтому корпус мне достался пустым. Тем не менее, повезло. Но подобные корпуса уже, можно сказать, не встречаются. Это тем более Invin. Ещё и с извлекаемым треем, с материнкой. То есть, можно вытащить эту штуку. Единственный минус в том, что крышка вся целиковая, как в АТ-шных корпусах. Как вот в этих. То есть, вот так буквой П. Но прикол в том, что здесь можно вытащить полностью трейс материнкой, поставить все карточки, задвинуть его назад, а потом уже подключать всё остальное. Это нивелирует проблемы с подключением блока питания. Ну, процентов на 90, наверное. Что в нём буду монтировать? Есть вариант, но пока нет времени с этим разбираться. Буду думать. Заглянем внутрь. Pentium A4. Красная материнка. Красная видеокарта Radeon 7000. Одна из двух планок памяти по 256 МБ красная. Вторая синяя. Или зелёная, не помню точно. В общем, такой красный монстр. Был у меня давным-давно MP3 плеер. Красный монстр. Red Monster. Ну, вот в честь его, похоже, будет названа вот эта вот машина. Интересный компьютер получился, миниатюрный. Но при этом достаточно неплохим охлаждением. И здесь есть вентилятор на выдув. Самое главное, комп, ну, 20 с чем-то градусов температура процессора в биосе без нагрузки. Как я этого добился? Да никак я этого не добился. Просто сам по себе. В этой материнке есть довольно известный баг. Извините, я хотел сказать, фича. С определением процессора в Nordwood с тактовой частотой больше 2 ГГц. Грубо говоря, этот процессор на 2.6 работает с тактовой частотой 1.3. Окей. Ладно. Так даже лучше. Дольше проживёт. По крайней мере, он практически комнатный с даунклокингом ровно в два раза. В общем, не сработал множитель. В биосе это включить нигде нельзя. Патчить биос, если это вообще возможно в данном случае. Может быть, это просто неподдерживаемый чипсет. Чипсет фирмы VIA. Честно говоря, мне даже не хочется с этим разбираться. Меня вполне устраивает медленный, но холодный Pentium 4. Это лучше, чем медленный и горячий Pentium 4. Потому что, ну, сами понимаете, Netburst особенным качеством работы никогда не отличался. И далее от четвёртых Pentium переходим к прямым конкурентам четвёртых пней. Атлоном. В данном случае это Simpron, но где-то у меня лежит совместимость с этой материнкой. Атлон XP. Это гигагерцовый Simpron. Атлон XP, по-моему, с тактовой частотой 1.6. Пытался его найти, перебрал всю комнату. Пока не нашёл. Обычно эти процессоры у меня лежат в шкафу. В определённом месте на полке. Но, походу, я его вытащил зачем-то и не положил назад. Буду искать. Эта штука поддерживает Dual Channel память. Пока только включил и протестировал материнку, знаю, что она работает. Радиатор остался от Dürona. Не знаю, подойдёт он или нет. Скорее всего, буду брать другой радиатор. Более подходящий и менее сломанный. Пока сойдёт и так. Гигантская материнка производства фирмы Elite Group. Сейчас смутно пытаюсь вспомнить, где я встречался ещё с материнками производства Elite Group. Потому что она не единственная у меня такая. Но у меня и нет материнок этого времени. То есть, до совсем недавнего времени я проводил границы между ретро и просто старым говном ровно через вот эти компы. Всё, что до них, это True, то есть Pentium 3, пусть даже и без ИСАшных плат, без ИСАшных коннекторов, в принципе, ещё попадали в ретро-компьютеры. Потому что они уже практически перестали продаваться около меня. Даже на Авито. Тогда как вот эти платы ещё встречались и продавались на каждом шагу. И я их считал явно не ретро. Сейчас они исчезли из продажи полностью. Ну или практически. Время от времени ещё всплывают. Но эта конкретно материнка мне досталась бесплатно. Спасибо за донейшн. В общем, гигантская абсолютно материнская плата. То есть, больше, чем стандартной АТ-материнки. Но у меня есть для неё подходящий корпус. Может, кто-то помнит, пару месяцев назад я приносил три или два АТХ-овых корпуса. И про один сказал, он гигантский. И по времени он очень подходит к Симпроном и Атлоном. Ну вот, теперь в него есть что поставить. В нём сейчас стоит тоже гигантская материнская плата. Абит СА-6, насколько я помню. В которой живёт 500-мегагерцовый 533-й Селерон Мендосино. Последний процессор производства фирмы Intel, не поддерживающий SSE-инструкции. Кстати, Дюрон 900-й, с которого снят вот этот радиатор, он тоже не поддерживает SSE-инструкции. А эти процессоры не поддерживают инструкции SSE-2. То есть, это, по сути дела, эквивалент Pentium F3, только более горячий. Соответственно, эта материнка пойдёт в корпус, в котором сейчас живёт вышеупомянутый Селерон Мендосино. А этот Селерон Мендосино пойдёт в другой корпус, который я принёс недавно. А вот в этот тоже не менее гигантский, в котором сейчас стоит полурабочая Атсусовская материнская плата. Это тоже пойдёт, эта материнка, скорее всего, пойдёт ещё в какой-то корпус. Может быть, тот NWIN, который я принёс, может быть, вообще на помойку. Посмотрим. То есть, будет ещё большая пересадка разных компьютеров. К сожалению, не знаю, будет у меня время это всё снимать или нет. Мне требуется довольно срочно разобрать весь этот хлам и убрать его подальше, потому что из-за обилия компьютеров здесь уже особенно негде ходить. В этом кадре минимум четыре компьютера просто в одном месте сосредоточено. Если посмотреть сюда, ещё и ещё и ещё. Это всё надо разбирать. Если что, вот это единственная дорожка, где здесь можно пройти к окну. Так нехорошо. От этого я буду избавляться буквально на днях. Наверное, снимать буду обрывками. Посмотрим, что из этого получится. То есть, у меня сейчас задача срочно собрать эти компы. До состояния, когда они включаются и постятся. Может быть, поставить на них голые операционные системы. Убрать их наверх, а потом по одному назад стаскивать сюда. Да, настраивать, устанавливать нужную операционную систему, переносить нужную инфу. Конкретно с этим компом лежит стопка CDR, с которых нужно всю инфу перенести внутрь жёсткого диска и оставить в этом компе. Ну, собственно, это мне помешало сделать отсутствие блока питания. Блок питания у меня появился. Собственно, за блоком питания я и пришёл, когда ко мне попала вся эта куча разного другого хлама. Обычно получается наоборот. Приходишь за кучей хлама, а тебе достаётся какая-нибудь одна маленькая железка. В данном случае, ну, то есть, около меня практически пропали все комплектующие времён IDE, времён ранних ATX-материнских плат с 32-битными процессорами. Сейчас встречается только 775-й сокет, PCI-Express, SATA. Собственно, поэтому я и практически перестал собирать компы и стараюсь сейчас схватать каждую железку, которая попадается. Но на этом я тоже закончил, потому что, ну, они уже перестали появляться, и, в принципе, надо где-то поставить точку. Вот собрал себе напоследок Pentium 4. Вещь, которую я вообще не думал, что она у меня когда-либо будет, потому что, ну, большинство коллекционеров считает Pentium 4 отстоем. Я, в принципе, с ними согласен. Я их недавно утилизировал в больших количествах. Вот последний, который остался, остался у меня. Вот такое вот сумбурное видео о планах и о том, что уже было сделано. Работы здесь ещё много, на пару недель. Буду разгребать весь этот хлам, убирать эти компьютеры. А потом уже буду их потихонечку снимать и настраивать. И, наверное, об этом тоже будет отдельное видео. Пока, спасибо за просмотр. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok